Привет-привет! Сегодня я буду рассказывать про дополнительные средства по уходу со своими волосами. Ну, кому интересно, почему я в таком виде сижу, посмотрите мое предыдущее видео про мои покупочки из FixPrice, и вы все поймете. Я просто что-то решила не снимать. Вот, сниму чуть позже. Значит, у меня волосы достаточно тонкие и ослабленные, так как они уже пережили у меня окрашивание в черный цвет, затем выход из черного цвета, осветление до блондинки, покраску в кучу рыжих оттенков, покраску в кучу русых оттенков, и, наконец-то, я решила перестать их мучить и начать все-таки отращивать их, и параллельно, конечно же, ухаживая за ними. Помимо основного наборчика, то есть бальзам, маска и шампунь, у меня еще появилось достаточно много средств дополнительных по уходу за моими волосами. Примерно год назад я очень сильно полюбила несмываемые масла для волос. И мое самое-самое любимое масло, это было масло от Pantin Pravi. К сожалению, у меня бутылочки сейчас не сохранилось. Это Pantin Pravi с органовым маслом. Масло было просто супер, оно шикарно облегчало расчесывание моим волосам, придавало им блеск, при этом с ним невозможно было переборщить, то есть я могла наносить хоть одну каплю, хоть десять, волосы грязными не выглядели совершенно. Просто, не знаю, мне очень-очень нравились. Нравилось это средство, это было мое самое-самое первое несмываемое масло для волос. Но, конечно же, оно закончилось, кстати, спустя, наверное, год или месяцев восемь, как-то так. В итоге оно закончилось, и я стала подыскивать себе новое средство. И вот что мне попалось в Ревгоше. Мне попался в журнале от Ревгош какой-то пробничек от L'Oreal L'C. Это такое масло для волос. Оно два в одном, то есть его можно использовать в качестве маски. Наносите на все волосы, там, включая корни, держите как-то и потом смываете. Также его можно использовать, как и мое несмываемое масло от Pantene. То есть наносите на чистые, уже только что вымытые волосы. Ну, затем как-то сушите, расчесываете, как обычно все. Масло мне очень сильно понравилось. Оно примерно на одном уровне с Pantene Pro-V. Так что, если вы только начинаете пробовать несмываемое масло, я бы, честно говоря, вам посоветовала начинать либо с Pantene, либо вот с такого вот L'C. И то и другое стоит в районе рублей 350. И этого пробничка, кстати, мне хватило аж на целую неделю. А я мою волосы каждый день. Пробничек маленький, всего лишь 3,5 мл, но его хватило мне аж на целую неделю. Но в итоге я думала, ну все, сейчас пойду и куплю это масло. Но в итоге я забежала в ReveGosh, в другой уже, схватила журнал с пробником и убежала. И пользовалась бесплатно маслом еще одну неделю. Но в итоге я не знаю, что мне забрело в голову вообще. И я купила себе масло от Garnier. Не знаю, то ли у меня скидка как-то поманила. Я его купила всего лишь за 211 рублей, по сравнению вот с этим вот за 350. Но, честно говоря, она мне нравится меньше. Ну, конечно, я его использую, она хорошая. Но с ним вот уже легко переборщить. То есть я его наношу буквально одну капельку. И если я наношу чуть больше, то волосы уже выглядят грязными, какими-то нерассыпчатыми, несвежими. Ну, не знаю. В общем-то, я бы его рекомендовала, конечно, так как оно... Также у него хороший состав. Он содержит органовое масло. Ну, различные экстракты. Там, что... Что еще-то? Да. В основном органовое масло. Ну, ладно. Значит, но... Если у вас волосы тонкие, то с ним очень-очень легко переборщить. По крайней мере, на моих тонких волосах его избытки видны. И вот такой вот гарнир фруктис. Всем известный, я думаю. Общая серия всем известна. Тут нажимаете, в принципе, и легко выдавливается. Такая прозрачная, маслянистая такая жидкость. Ну, и легко распределяется по волосам, так, в принципе. В общем, я его допользую. Но все-таки я куплю второй раз вот такой вот. Маслицы. Следующее, что я себе приобрела для своих волос. Это вот такой вот спрей. От белорусской фирмы Белита с крапивой и аргинином. Для чего он нужен? Этот спрей, во-первых, укрепляет волосы. Его можно наносить как на корни, так и по всей длине. Если вы его наносите на корни, то он укрепляет ваши корни. А если вы его наносите по всей длине, то он облегчает расчесывание. Стоит он 100 рублей. Я сразу скажу, что расчесывание он нифига не облегчает. Для облегчения расчесывания лучше вот такие вот масла. Так как все-таки они содержат в себе силиконы. Именно силиконы помогают обволакивать волос и так его, как бы, облегчать его расчесывание. А это масло, ой, а эта жидкость, она, я ее наношу просто на корни в надежде, что она что-то там укрепит. Но, честно говоря, укрепляет она или нет, я точно сказать не могу, так как я пользуюсь очень многими средствами, всеми в комплексе. Мои волосы сейчас, конечно же, стали намного лучше по сравнению с тем, что было раньше. Но я думаю, что повлияло все в комплексе, а не только это средство. Что мне еще у него не понравилось, то, что у него очень странная крышечка, такая и была. То есть, когда я куда-то тороплюсь, я не могу попасть этой крышечкой никуда. И у него очень уж травяной запах как-то. Я люблю травяные запахи, даже мне как-то на любителя. Так что пользуюсь, но второй раз я покупку, наверное, не повторю все-таки. Следующее средство, опять же, несмываемое, которое у меня есть, это такая вот штучечка, гель такой. От фирмы Эдель Стар. Не знаю, что за фирма, по-моему, она каталожная, но я ее покупала просто так в киоске. Это такой гель. Стоит он 100 рублей, опять же. Открываете. Это просто гель и наносите на самые кончики волос. Она как бы запаивает кончик, и ваши кончики не секутся. Честно говоря, я пользовалась им уже месяца, наверное, 2 или 3 пользуюсь. Сначала он мне очень нравился, мне казалось, что это кончики какие-то другие. У них какое-то хорошее состояние, что ли. Не такие, как раньше, ослабленные и посеченные. Но потом я начала замечать, что кончики от этого геля очень сильно пересушились и начали просто отламываться. Честно говоря, я расстроилась, так как я отращиваю свои волосы, мне не надо, чтобы у меня они все отламывались. И я этим средством больше пользоваться не буду, я его, пожалуй, выкину, даже никому из друзей предлагать, наверное, не буду. Так как я в том, что у меня отламываются кончики, виню, пожалуй, только это средство. Потому что больше я на кончики так особо ничего не наношу, кроме бальзамов, обычных шампуней. Итак, следующее, то, что у меня есть, это уже масло, которое нужно смывать. Золотое просо, покупала в магазине FixPrice очень давно. Значит, там было 6 ампулок. 6, насколько я не помню. Вот у меня осталась последняя. Ампулка очень легко разламывается, и средство носится по всей голове примерно за час до мульья. Дальше я ношу это средство, на волосах ношу-ношу. И через час оно очень легко смывается шампунем. То есть оно, за счёт того, что в нём какие-то есть эфирные масла, оно немножечко жгёт вашу кожу головы. Но совсем-совсем слегка. Совсем не как крапива, там, ой, не как горчица, не как перец, не как маски с корицей. В общем, жгёт совсем слегка. И за счёт этого, как бы, кровь переливает к волосинам и луковицам. И они там как-то укрепляются, начинают чуть-чуть быстрее расти. Я так думаю. В общем-то, я использовала его уже практически весь курс. Ну, наверное, именно его повторять не буду, так как, в принципе, мне схожий эффект дают абсолютно все масляные маски. То есть я их даже делаю дома сама, покупая масла, там, смешивая их в каком-то любом количестве. Я очень-очень люблю дома различные масочки для волос делать. Ну, в принципе, если мне будет лень что-нибудь делать, почему бы и не купить? В принципе, может, и куплю такую. Такие ампулки. Так как, на мой взгляд, они не хуже, но и не лучше. Любых домашних масляных масок. Итак, как итог сейчас скажу, что больше всего мне понравилось средство от SF. Я его вам однозначно порекомендую и однозначно я куплю полную версию. Ну, либо понтин, прави, конечно же. Но я его сейчас что-то очень редко вижу в продаже. И самое мое нелюбимое средство, которое я выкидываю, какой-то странный фирмой Edelstar. Я даже не знаю. Если вы вдруг увидите вот такой вот штукень непонятный, то не покупайте ее никогда. А то ваши кончики могут пострадать. Вот. Ну и, в принципе, вот эти вот нормальные такие средства. Можете попробовать, если вам интересно. Тем более стоят они все, в принципе, бюджетно. Так. Ладно. Это, в принципе, все, о чем я хотела бы вам рассказать. Да. Извините, конечно, если вам не понравился мой стиль. У меня просто уже Новый год. Все, у меня новогоднее настроение. Ну, я уже всякие плакаты покупаю новогодние. Да. Посмотрите мое предыдущее видео. Покупочки из фикс прайса обязательно. Надеюсь, они вам поднимут настроение. Ну, все. Пока-пока. Покупочки из фикс прайса. Продолжение следует...